праведников значит книга человеческих достоинствах и будем становиться праведниками кто готов уже молодцы и так значит зачем становиться праведником кстати давайте еще раз разберемся а зачем если говорить с практической точки зрения есть такой закон что праведник то что сказал который сделал как это работает делай волю бога как свою и он будет выполнять твою волю как его праведник который свои желания свою жизнь свое устремление подчиняет воле всевышнего он значит с ним со всевышним соединяется становится как бы его его продолжением всевышнего поэтому быть праведником очень-очень выгодно очень выгодно но не просто вот мы сейчас изучаем ну первое чего начинается соединение со всевышним любовь к всевышнему это благодарность мы уже очень стали благодарными и я сразу вот хочу сказать я благодарен всевышнему за то что у нас есть возможность встречаться за то что у нас есть интернет за за то, что у нас есть платформа «Вайкра». Я благодарен очень Всевышнему за все эти возможности, которые есть. И когда ты благодаришь Всевышнего, то ты с ним соединяешься. Это фундамент, основа всего. То есть основа всего иудаизма. Народ Израиля – это «Еудим» от слова «Леодот». Это те, кто прославляют Всевышнего, те, кто благодарят Всевышнего. Поэтому это первое у нас было. Но дальше, спасибо, Дамир, благословляющий будет благословлен. Дальше мы в этой книге разбираем все остальные качества. Потому что, к сожалению, не к сожалению, а Всевышний так сделал мир, что у человека есть пять органов чувств, например. Не одно, а пять. Десять пальцев. Тоже десять. Есть пертьевод в пятой главе. Задается вопрос. А зачем Всевышний сотворил мир десятью изречениями? Прямо задается вопрос. Зачем было создавать десятью изречениями, когда он мог создворить одним? Это не просто вопрос. Это вопрос именно, почему Всевышний так усложнил этот мир? Зачем нужно столько всего разного? Да, всем шалом, дорогие друзья. Всем шалом, кто смотрит нас в Ютьюбе, в Фейсбуке, в Телеграме. Главное, в Телеграм-канал подпишитесь, потому что у нас выходят все уроди. Основной у нас канал – это Телеграм. И через Телеграм, и дальше есть онлайн-школа «Жизнь по Торе». Нужно заполнить анкету, CRM. И главное, у нас есть искусственный интеллект. Интеллект Тора Трон называется. Тора Трон – это чат-бот. Как нет эфира? Есть эфир в Фейсбуке? Вот сейчас же идет эфир в Фейсбуке, есть. Я не знаю, почему. Может быть, я… Да нет, все есть, в Фейсбуке смотрят, все пишут комментарии. Ладно. Не, мы живем в концепции «Слава Богу». Никакой славы России, Украины, славы Израилю. Слава Всевышнему. Вся слава Всевышнему. Бог – хозяин мира, и все мироздание принадлежит только Всевышнему. Творцу мироздания все принадлежит только Ему. И вся слава только Ему – это очень правильная позиция. А какая страна, как она сейчас называется, кто ей правит – это все очень приходящее. Владимира, которому хитрые вы ивреи, значит, удаляем. Владимира, пиши «Слава России» на любых других сайтах. Есть много сайтов, где прям можно переписываться. Слава России, есть другие «Слава Украины», «Слава Израилю», «Слава Никарагуа», «Слава Зимбабве». У нас сайт и платформа «Слава Богу». «Слава Богу», значит, я помню, когда мои дети были маленькие, у нас была помощница в доме, Люда ее звали. Очень хорошая женщина, протестантка, она была христианка-протестантка. И она, значит, все время тоже говорила «Слава Богу». А маленький сын, когда у меня был Яша, он ей говорит, Люда говорит, это у тебя «Слава Богу». А у нас «Баруха Шем». «Баруха Шем» – это благословен Бог. То же самое, да. Смешно очень было. Маленький такой, рыженький был с ушами, дадим и большими. Хорошо. А сейчас мы изучаем о самом опасном качестве, которое только есть, которое называется «Гордость». Значит, и нам говорит автор этой книги, который из скромности скрыл свое имя, и имя его неизвестно, но такая великая книга, что 500 лет ее уже изучают, те, кто хотят исправлять свои качества. И он говорит нам, чтобы мы были осторожны. То есть гордость, она человека подстерегает с разных сторон. Вот нам сейчас он дает ловушки гордости. Например, человек победил. Как-то гордость, да, вот он говорит, все, это же не я, слава Богу, все от Всевышнего, мне никаких почестей не надо, все. И думает, что он победил. Но он говорит, что нет, злое начало в человеке, вот этот змей, внутреннее, животное начало, злое начало его называют, значит, он все время на войне. И война не заканчивается. Рассказывает про одного из праведников, что он как-то встретил группу людей, которые возвращались с войны. И он им говорит, они победили в войне, и возвращались они с большой добычей. И говорит им этот праведник, вы, говорит, вернулись сейчас с маленькой войны, а впереди у вас великая война. Они говорят, что за великая война? А он им говорит, война с вашим злым началом. Это великая война. После того, как возвращаются обычно с войны, то начинают друг с другом воевать, победили, начинают друг с другом воевать. Так всегда было. Каждый победивший начальник армии возвращался в Рим и восставал против императора. Это было у них, как бы, такое правило. Потому что он думал, все, я великий уже, так что я буду какому-то императору подчиняться. И человек, который побеждает в любой микробитве, достиг какую-то цель, что-то он сделал, он в этот же момент сразу забывает о хозяине мира, о Боди, и говорит, моя сила сделала мне всю эту доблесть, я победил. Теперь сказали мудрецы-кпертиавод, что не верь в самого себя до дня своей смерти. То есть до дня смерти человека может его внутреннее, вот это вот злое начало, может его победить. Я недавно как раз на одной из лекций по психологии слышал такую интересную вещь, что вся теория, первая такая вот знаковая фигура в психологии, это был Зигмунд Фрейд. И он говорил, что корень всех болезней, психических расстройств и так далее, он находится именно в этом животном внутреннем центре человека, подсознании. Все это формируется в ранние периоды, когда у человека вообще еще мышление не очень хорошо работает, у него нет никакой ни духовности в детстве, ничего. Он такой, как маленькое рефлекторное животное. И говорит Фрейд, что основа всех проблем в жизни человека проистекает из вот этого вот его сексуального, животного начала, которое как раз находится в подсознании. И это он имел в виду, то есть он как бы вау, Фрейд открыл что-то. Это вот то, что здесь написано, что до дня смерти вот это вот животное начало, оно человека старается вернуть на путь животного, да. Теперь, дальше. Дальше всю жизнь идет война. И гордость это один из воинов вот этого злого начала. То есть это часть армии вот этого злого начала. И злое начало, оно, у него есть много разных уловок, да. Так как во время войны армии, они стараются друг друга победить через хитрость, через уловки. Вот мы сейчас сделаем вид, что мы пойдем туда, а сами ударим оттуда. Сейчас мы коня, значит, мы сдаемся, коня Троянского подарили, потом из коня вылезли, всех повырезали. Ну и так далее. То есть идут они через сети хитрые. Вот он здесь нам перечисляет сейчас уловки гордости. Значит, есть такой вариант сделать человека жестоким и высокомерным, да. Жестоким, высокомерным, типа, я такой прям кремень. И гордость, он ведет себя тогда жестоко, высокомерно. Ну, понятное дело, что к чему это приводит в жизни человека. Конфликты, отсутствие семьи, отсутствие друзей. Проблемы. Жестоким, высокомерные люди, они все время во внутреннем зле. То есть человек, который так себя ведет, он же проигравший, он лузер. Высокомерный, жестоким человек, чистый лузер. Ему плохо, он пытается сделать плохо другим людям. Он с каждым разом создает себе все большее-большее зло вокруг себя, которое в какой-то момент на него возвращается. Теперь есть другая уловка. Он, например, человек, он говорит, не, я буду добрым, я не буду высокомерным. Я буду добрым, буду выполнять заповеди. Ему тут внутренний голос, вот это злое начало скажет тогда так. Ну, смотри, какой ты мудрый и благочестивый. Вот, вообще, ты молодец. Теперь надо, чтобы люди об этом узнали. Откроем свою мудрость, чтобы они тебя полюбили. Пускай люди тебя полюбят. И написано же в Пертьевод, это же в Тора вообще, чтобы тебя люди любили. Написано в Пертьевод, что тем довольны люди, тем доволен Всевышний. Есть такая в устной Торе в Пертьевод, есть поучение отцов, есть мишна, что каждый, что руах обреет, что дух созданий, как бы расположен к нему, это значит, это знак того, что Бог расположен к этому человеку. И каждый, что люди им недовольны, это значит, что Бог недоволен человеку. Он здесь говорит в этой книге. Это надо этого очень сильно остерегаться. Если тебе злое начало твое говорит, начни всем показывать свои добрые дела, то, возможно, это специально, чтобы ты загордился собой и своими добрыми делами. И он говорит, что в притчах мы учили другой подход. Тут надо акценты правильно расставить. Он говорит, как в притчах написано. Если Всевышний доволен человеком, то он сделает так, что и враги его примирятся с ним. То есть тут все наоборот. Надо смотреть не на то, чтобы люди были тобой довольны, а когда это знак, когда Бог доволен человеком, тогда люди будут им довольны. Не стремиться к тому, чтобы люди были довольны. Понятно, да? А стремиться к тому, чтобы Бог был тобой доволен. И когда Бог тобой доволен, тогда и люди будут довольны. Теперь, и он говорит, бывают случаи, когда общество людей любит, но они негодяи полнейшие, и у них очень плохой конец, Всевышний их ненавидит. Потому что Всевышний любит только тех, кто изучает закон и исполняет закон. Не может быть, чтобы человек нарушал закон. И даже если его люди любят, это заблуждение людей. Это не значит, что его Бог любит. То есть просто если его люди любят, это не значит, что его Бог любит. Если его Бог любит, то значит люди его будут любить тоже. А как мы узнаем, Бог его любит или нет? Если он идет по путям Бога или он не идет по путям Бога. Теперь дальше, значит, есть уловка первая, быть жестоким высокомерным. Это самый простой способ. Человек говорит, я в релитии, и тут же все на него перестают обращать внимание. Вторая уловка, он говорит, не-не, я скромный, но посмотрите, какой я скромный. Есть известная история, когда, значит, в одном городе жило два друга. В местечке там лет сто, сто пятьдесят назад. И один из друзей, он был такой скромный, и он любил сидеть там, читать какие-то книжки, улыбался всем. Здрасте, здрасте. Тут вдруг кто-то начал говорить, что он великий праведник. Он великий праведник, и его благословения, значит, сбываются. Ну, к нему стоит очередь, значит, за благословением. Он им говорит, люди, поймите, это ошибка какая-то. Я вообще не праведник, я не... Что вы говорите такое? Я просто обычный человек, сижу в синагонии, учу Тору, молюсь. Ну, какой я праведник? Они говорят, Господи, какой он скромный вообще. Это скрытый праведник, у него такой вот... Даже почести, вон ему стоит очередь, а он отказывается от почести. Значит, еще больше стоит к нему очередь, все про него слух пошел, уже по соседним там городам, деревням. Значит, уже люди начали с других городов приезжать на него посмотреть. Он этому другу своему говорит, слушай, что мне делать? Я не знаю, ну, то есть, меня вдруг начали считать праведником, а я вообще нет, ну, просто я обычный человек. Друг ему говорит, слушай, объяви об этом, что это обычный человек. Выйди в синагогу в субботу, когда как раз все собираются. В субботу выйди и скажи, уважаемые люди, это большая ошибка, я никакой невеликой праведник, я просто обычный человек, все. Он в синагоге вышел, сказал, говорит, пожалуйста, не приезжайте ко мне, никаких благословений. Все, вообще пошел слух, что это такой человек скромный, такой великий, у него, значит, гордости вообще нету, все. Он отказывается от почести, даже заслуженных, вообще. То есть, стал он прямо очень-очень, очень стал он знаменитым. Он к другу приходит и говорит, слушай, что мне делать? Вот ты мне посоветовал, я просто не знаю, что мне делать. А тот ему говорит, о, слушай, давай пойдем от обратного. Значит, выйди и скажи, что да, я праведник, я самый крутой праведник в мире, я сейчас вас всех буду благословлять, там, ну, мои благословения самые лучшие. Слушай, начни, скажи, что ты праведник, и они тогда перестанут к тебе ходить. Он к другу говорит, смотри, говорит, идея классная, говорит, но я не могу так поступить. Он говорит, почему? Он говорит, я же не обманщик, я не могу обманывать. Обманутый – это обман, если я скажу, что я праведник, это будет обманом. Я же не обманщик, что мне делать делать? В общем, такая у него была ситуация. Значит, злое начало, оно иногда говорит человеку, что покажи свои все добрые дела, свою мудрость, покажи. И даже в этом случае он ему говорит, что это же полезно. То есть это вот люди видят тебя, они будут уважать тебя, почитать тебя за твое доброе поведение. В этом есть большая выгода, ты важен в твоих глазах, и они послушаются твоих наставлений и назиданий. Он говорит, это все злое начало, гордость, которая запрещена, и которая тебя же лишает всего. Человек почитал, послушал, думает, все, я тогда буду наоборот, буду скрывать все, что я делаю. И, значит, и он начинает скрывать. Скрывает, он ведет себя как все, значит, не показывает, как он не молится долго, там, учится мало. Все, значит, он говорит, и это тоже уловки злого начала, это тоже тебя обманывает специально, чтобы тебя отдалить от Всевышнего. А какой прямой путь? Мы же ищем прямой путь, эта книга называется «Путь пути праведников». Какой прямой путь? Прямой путь – это молиться с верным намерением, делать добро, совершать добрые дела, и открыто, и тайно, и уважение и похвала тебе не повредят. Главное – это твое намерение. Если у тебя есть правильное, чистое намерение, то тогда тебе ничего не может повредить. А какое чистое намерение? Значит, он дает здесь две, как бы, два критерия, да? Он говорит, первый критерий такой. От кого ты хочешь получить награду? Если от Всевышнего, деяние твое совершенное. Если от людей, оно несовершенно. И второй критерий – спроси себя. Если бы никто не знал, что я так делаю, я бы все равно бы так делал? То есть должно быть в каждом действии два проверочных критерия. Первый критерий – ради кого я это делаю? Или я это делаю во имя Всевышнего, или я это делаю ради того, чтобы выполнить заповедь, и мне ни от кого ничего не надо, кроме как от Всевышнего. Или же я все-таки хочу получить что-то от людей? И второй критерий – делал бы я это, если бы не было никого, например, то есть если бы это не было публично. Вот сейчас урок, например, да? Вот у нас сейчас на роде там 77 плюс 40 в Фейсбуке. Не знаю, почему в Фейсбуке перестало работать. Мы посмотрим. В общем, оповещение, действительно, раньше было тоже 70-80 человек, сейчас половина, значит, что-то сломалось. Значит, 77 плюс 40 – это 120 плюс-минус, и 50 человек в Ютьюбе – 170 человек. А если бы было три человека? Проводил бы я урок или один человек? Я думаю, проводил бы все равно. И от кого мне нужна награда? От Всевышнего. То есть я верю, что то, что я делаю, это я делаю потому, что Всевышний сказал – делайте, потому что Всевышний всем управляет, и от Всевышнего все зависит. И все, что я делаю, я даже специально стараюсь… Ну вот в случаях, когда я вижу, что человек что-то может мне дать, я чтобы не попасть в эту ловушку, я, наоборот, так себя специально веду, чтобы показать, что все от Всевышнего. Может, оно чуть-чуть иногда выглядит некрасиво, но, значит, я верю искренне от всего сердца, что всем управляет Всевышний. А-а-а! Вот Максим не объяснил, потому что… Точно я теперь понял. Потому что Facebook включен на странице IPS, а не на странице ВАИКРА. Поэтому на ВАИКРА не идет… Мы переключим. Понятно, почему не идет с оповещением на ВАИКРА в Facebook. Хорошо. Значит, два критерия. Проверяйте свои дела. Если вы делаете ради Всевышнего добрые дела, заповеди Тору, то тогда все нормально. Даже если вам дают почести, это вы понимаете, что все от Всевышнего нет для людей. И второе. Спрашивайте себя все время. Я бы делал бы это, если бы у меня не было этих всех почестей от людей и признания от людей. Дальше он говорит, что можно хвалиться, даже не хвалиться, а радоваться. Он приводит молитву, молитва людей, которые посвятили свою жизнь изучению Торы, что «Благодарю тебя, что ты сделал моей участью пребывать среди сидящих в доме учения и не сделал моей участью сидеть на улице». На улицах сидели там на рынках просто люди. Дальше здесь он пишет, значит, что можно ставить себе какие-то большие цели и так далее в духовности. То есть можно в жизни, он говорит, не надо ни к чему стремиться. Вот к такому, знаете, как мир двигает людей на амбициозность. Давай, амбициозность. Вот у тебя «давай еще». А куда «давай еще»? То есть я знаю людей, которые вот из-за этого «давай еще» разрушили здоровье, разрушили семьи. И у них уже это «давай еще» продолжается там уже десятки лет. И у некоторых ничего не получилось, но они все разрушили. У других получилось и тоже все разрушили. Он говорит, нет, человек должен, это позиция была царя Соломона, это позиция Торы. Человек должен заниматься любимым делом, заниматься чем-то полезным для людей, для общества. Уделять работе, как в Пертьевод мы учили, хорошо совмещать изучение Торы с работой. Но не должно быть работа на первом месте. Должна быть на первом месте мудрость. Вот сегодня восьмая глава, как раз в притчах я каждый день изучаю по одной главе, и вам советую очень. И в восьмой главе рассказывается много о том, насколько важна вот эта мудрость божественная Тора, насколько человек, который поставил для себя приоритетной задачей изучать мудрость Всевышнего, которую он дал, насколько это улучшает его жизнь во всех сферах жизни. То есть это должно быть на первом месте мудрость. Потому что если у тебя есть мудрость, то ты тогда и в работе будешь преуспевать, и семью построишь, и здоровьем будешь заниматься, и отношения будут хорошие. То есть мудрость, изучение божественной мудрости должно быть на первом месте. Дальше он здесь пишет, а как взаимодействовать с людьми. Вот, например, кто-то тебя там некрасиво с тобой себя ведет. И он говорит здесь, смотрите, тут очень сложный это вопрос. То есть с одной стороны человек гордый, он будет за любое, за любое, вот ему что-то не так сказали, не так посмотрели. Он будет за любое сразу искрит, он не может в очереди постоять, типа я самый блатной. Ну то есть человек, который высокомерный и гордый, у него вся жизнь будет искрить. Он все время будет попадать в ситуации, когда он будет раздражен все время. Но, с другой стороны, значит, все-таки, если ты все время не устанавливаешь никаких границ, то тоже это сложная жизнь. Он приводит, приводит он нам, значит, как вести себя, когда проявлять власть, гордость, силу против злодеева, когда нет. Он говорит, если дело касается заповедей, да, то есть если это касается какого-то служения Всевышнему, то, говорит, это требует ума. Потому что иногда и не стоит противостоять им. Значит, иногда из-за одной заповеди можно там потерять много заповедей. И царь Соломон в 26 главе Мишли, он там есть два ряда отрывка, которые, казалось бы, на первый взгляд противоречат друг другу. Один на отрывок звучит так. Не отвечай грешнику по глупости его. Второй. Отвечай грешнику по глупости его. Прямо они рядом стоят. Что значит? Тут он пишет не отвечай. Тут он пишет отвечай. Он там объясняет. В первом случае не отвечай грешнику по глупости его, чтобы не стать таким, как он. То есть, чтобы не опуститься на его ступень, чтобы не попасть с ним в какую-то супер конфликтную ситуацию. Потому что, если он грешник, он же опытный уже, он ругается целыми днями, он такой прямо в этой сфере прокачанный. А ты хороший, добрый человек, знаешь, и ты с каким-то зацепился. И потом ты не рад, что ты с ним зацепился. Теперь, отвечай грешнику по глупости его второй вариант какой. Там написано, чтобы не был он умный в его глазах. Значит, здесь есть, какое я видел красивое объяснение. Например, вот он какой-то дурак, да. И ты думаешь с ним вступать в конфликт или не вступать. Теперь лучше не вступить, чтобы не стать таким, как он. Но если это касается каких-то там других людей. Ну, в общем, есть ситуации, когда надо ответить, но даже не ему надо ответить, а надо ответить окружающим людям, показав, что он, ну, как бы говорит неправильные вещи. Но здесь вот очень сложная эта ситуация. В вопросах житейских пишет, пишет он, значит, лучше с ними не связываться. Лучше с ними не связываться, потому что в духовном плане, да, если ты выступаешь против злодеев, идолопоклонников, то Всевышний тебе поможет. В бытовом плане, ну, опять, понимаете, это очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация, значит, лучше, знаете как, я когда-то разговаривал с одним очень таким воином, да, который всю жизнь посвятил воин всем искусствам, он бывший там разведчик, в общем, такой очень человек из сферы войны. И он говорит, что, ну, самая высшая форма воина, бойца, это не вступать в бой. То есть, если ты можешь избежать боя или победить без боя, или лучше, то есть ум, высший ум и высшая мудрость, да, это избежать боя. Вот, поэтому, поэтому надо думать, как избегать боя, но если уже, в общем, все, двигаемся дальше. Мы сейчас говорим не про конкретные ситуации, а про качество, которое внутри, как вырабатывать качество. Теперь, значит, говорит он дальше, что в притчах написано, что гордость, в принципе, если ее развивать и надувать, она обязательно приводит человека к краху. Откуда мы это знаем? В притчах написано так, что перед сокрушением вознесения, это один из самых моих любимых отрывков, 16 глава, 18 отрывок, перед крушением вознесения написано, и перед падением Госудруах, это высокомерие. Значит, это как раз понятно, как работает. Мы видели, как кричал недавно Пригожин, что я там всех разорву, всех порву. Мы видим, как человек, который наступает, надувается, 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 в какой-то момент он лопается и сдувается. Это как раз... И он приводит здесь много примеров истории, потому что в сути же мироздания духовные законы. Из притчи, потом про Галиафа, который кричал, там, я позорил стадь Израиля. Потом он говорил... Фараона приводит пример в Тори. Помните, он говорил, кто это Всевышний, которого я должен слушаться? Сам Хирив был такой царь, который говорит, если хоть один идол всех этих стран, который спас бы их страну от меня, он захватил тогда весь мир. Да? А... А... Да. Значит, на выходного царя, который говорил, ну что, сможет Всевышний спасти вас от меня, все, говорит, они им подобные. Там, Гитлер, чтобы стерлось его имя, и Махшимовый закроет память о нем, он кричал, тысячелетний рейх, захвачу весь мир, значит, все, 12 лет, и всех вот этих вот кучка сумасшедших была повешена и убита, и слава Богу, потому что люди, которые надутые и гордые, они сдуваются потом. Теперь дальше. Что говорят мудрецы? Какие еще есть последствия негативной гордости? Кто из тот, кто не избавится от беспокойства, желающий подняться на ступень выше? Это очень такое интересное выражение. Вот смотрите. Человек, который благодарный, он как смотрит на мир? Он смотрит на мир все время, он видит полуполный стакан. О, есть книжечка, есть компьютер, есть водичка, есть чаек, есть стол. Спасибо Всевышнему. Человек, который неблагодарный, он смотрит на полупустой стакан. Нет дивана, нет того, нет того, нет того. То есть ты смотришь или на то, что у тебя есть, и ты благодаришь Всевышнего, И тогда твой мозг, твоя модель мира, она фиксируется на полуполных стаканах. У тебя полная чаша, да, жизнь полная чаша. А тот, кто все время смотрит на ступень выше, он смотрит на ту ступень, которой у него нет. Теперь он видит, все время он видит, тут недостаток, там недостаток, тут, там, здесь. Его мозг фиксирует все время полупустой стакан. И он, что такое будущее? Будущее – это проекция настоящего. Тот, кто видит то, что не хватает, он проецирует на будущее, что ему всегда будет не хватать, ему страшно, он беспокоится. Тот, кто видит полуполный стакан, благодарный, он смотрит на будущее, он проецирует на будущее, что все хорошо. Доказано, оптимисты живут лучше, дольше и красивее, чем пессимисты, которые после пессимизма идет следующая стадия, стадия депрессии в духовности. То есть, пессимист – это тот, кто думает, что все плохо и будет плохо, и выхода нет. Следующая стадия – это опустить руки, лечь в кровать и умереть. Поэтому, конечно, одно гордость. Что такое гордость? Гордость – это то качество, которое толкает человека. Ох, я уже прям так увлекся, что уже у нас 3-4 минуты. Все, мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Все, как раз последняя, тоже из притчи он приводит. Пусть лучше скажут тебе, поднимись сюда, чем унизят тебя перед знатными. Не надо лезть вперед, не надо выделываться, не надо там… То есть, все, что надо в нужный момент, Всевышний тебя поднимет. Значит, и пусть подумает человек, который хочет спастись от гордости. Сколько гордецов гордились и ушли из этого мира, забылись, как будто их никогда не было. И какую пользу принесла им и гордость. В общем, он пишет, что гордость, ее надо оставить. И, значит, тот, кто тянется ко Всевышнему, то он должен забыть о всякой гордости. Вся слава Богу, вся слава Всевышнему, спасибо Всевышнему за то, что он дает. Все, что есть у меня, это подарок. Спасибо Всевышнему. И если он мне это дал, уже хорошо. Больше будет, еще больше. Но это все подарок. Это все подарок от Всевышнего. И, как говорил царь Соломон, не быстрым победа в беде, не сильным войне, не умным хлеб, не знающим даже удача. А только все от Всевышнего. Все. Поэтому гордость вообще абсолютно она мешает. И если человек расслабился и говорит, что все, что мне есть, это и есть хорошо для меня, то в этот момент это такая благодарность Всевышнему. Все. Спасибо вам огромное, что вы послушали урок. Спасибо Максиму. Сейчас я переключу на другой канал, чтобы вы опять начали получать оповещения. И до завтра. С Божьей помощью. Чтобы Всевышний дал нам хороший, веселый день. Всем дал, кому нужно, выздоровления, благополучия, счастья. Всем удачи и успехов. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok